Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Динамики включены. Субтитры делал DimaTorzok 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 Тяжелевная собака Вот это летающая тарелка Субтитры делал DimaTorzok Прибор представляет Если кому видно, это нормализатор за миллион рублей К сожалению, комплект всего лишь один Вот это последняя разработка этого года Так сказать, вещь, которая уже прошла порядка четырех апгрейдов То есть ценовой диапазон вот этих приборов примерно от 9 тысяч долларов До, ну, скажем, почти до 30 и чуть меньше Ну, тем не менее И с учетом вариаций Такая, как бы, цена Ну, разумеется, качество звучания То есть Что такое качество звучания от Юрича На 10 тысяч баксов Вы сами понимаете Это умножайте Минимум так Раз в пять, а то и в десять И Смотрите на фирменные девайсы Не факт, что они Они смогут только конкурировать успешно Не факт, что они отыграют На таком же уровне Особенно во всей полости музыкальных жанров И вот все хотели посмотреть, что там внутри Я могу честно сказать, что внутри там Абсолютный ноль Как абсолютный ноль выглядит, вы знаете То есть пустота Вот она Вот так вот Специально рассчитанная пустота С определенными параметрами Секрет расчета этой пустоты Вот тут В нескольких чертежах Которые есть у пары доверенных людей Пакет документации Разумеется Цена этого пакета документации Которая в порядке пяти лет разрабатывалась Будет уже Другая совсем Но это интересно Разве тем, кто Массово производит То есть по этой пустоте Проходит провод Определенным образом На выходе мы получаем То, что вы слышали То есть В принципе, как говорят все дурачки Ничего сложного Ну, для дурачков вообще ничего сложного нет У них все просто Но если к ним прийти Попросить что-нибудь сделать То на выходе вы Кунитрепа ничего не получите То есть вот Как бы Хотели узнать Узнали Можете теперь долго Продолжать Кто злодней Стереть На форумах Что у этого прибора внутри Пожалуйста Весит он Порядка Двенадцати с половиной килограмм Плюс-минус Плюс-минус Нелегкий Древесина специальная Специальная высушивка Не специально Побрана Ну, это как бы все Все терки Все это терки Нюансы Как бы Очень много дурачков Хочет На халяву Знать технологии Не вложить Ни рубля Не поддержать Ни исследования Ни меня Не то, что там Бутылкой водки Или бутылкой Уж покруче Возьмем коньяка Вообще никак Просто Накидав Я скажу вам Товарищи Идите лесом Читайте Порядокс На шерстках Совершенствую А вот Это Нормализаторы Серии Черный Принц Назвал Ой Они еще чуть-чуть В пыли Поскольку Со столярки Ко мне Приехали С покраски Блокированные То есть вот Ну, такие Приборы Уехали Недавно В одну Европейскую страну Вот Они стоят 2000 Баксов То есть Доски Попроще Скажем так Ну, доски Раз уж Прицеплёстки Вот Эти вот Комплект Он у меня Пока Единственный Готовый Остальные Все Разобрали Ну, Люди Как вы Понимают Не только Дураки Меня слушают И читают Мы Вполне Адекватные Люди Музыкально Второй Прибор То есть вот Пара приборов 2000 баксов Комплект Который делает Звук Конкретно Голографичным Объёмным То есть Все Как надо Секрета Тут Побольше Чем Объёмный Нормализатор А вот Это Прибор Заинтересуются Люди Которые Занимаются Звукозаписью То есть Вот Этот прибор Пожалуйста Микрофон И Предусилитель Канал На гитару На Микрофон Питание Вот С помощью Через него Я записывал Михаила Кавелкина Через такой же Прибор То есть Работает Он Практически От Ноля Плюс Всякие Торсионные Примочки То есть Он Дает Такой звук Который Трудно Испоганить Потом Микшерским Портом Платой Захвата И так далее Все это Наличие Есть Все это Существует Разработка Прибора Закончена В 2011 В 2011 Году Вот О чем Свидетельствует Логотипчик Каждый Мой Логотипчик Он Соответствует Году Разработки Изделия Не Года Выпуск Два Достаточно Старые Изделия Классическими Стали Не менять Своих Параметров Так что Господа Все это Существует Металли Дженезии И так далее То есть Все это Продолжает Совершенствоваться Собственно Поэтому Я всякие терки На форуме Прекратил Как бы Особо Обратной связи Я не получил От людей Отзывы клиентов Я в личке почитаю Или переговорю по телефону А Отзывы людей Которые Сами Ни хера не делают Мне не интересны И не разбираются Отзывы продавцов О чем Можно с ними говорить О продавцах Вот Приходишь Продавцу В магазин Говоришь Я Директор Вот Моя визитная карточка Фирмы Занимающиеся Единственное Можно сказать В России Инновационной Звуком Мы делаем Все В нашей фирме И в ответ На тебя смотрит Какой нибудь клерк Мало того Что не дает возможности Перегореть допустим С боссом Как Барана Нового рода Типа Ну и что Ну и занимаетесь Ну и То есть Конкуренция не выгодна Господа Если Какая то фирма Которая просто толкает Или Продавец магазина Толкает какое то говно там Якобы брендовое На самом деле Собранное в Китае Имеет свой процент С того что парит В принципе Технологии Вчерашнего дня Он И тут вдруг Появляется Вот Некто Который Реально делает Новые вещи Реально на другом Техническом уровне Разумеется Что будет делать Фирмач Или продавец Разумеется Он это будет топить Любыми способами Нахер ему Потрясение На рынке Нахер ему Тем более русские Ни японские Фирмы Ни китайские Если б я был Вот бля Пожалуйста Но я же бля Вот Не желтый Не черный Белый Поэтому Тут своего рода Партизаны В родной стране Вот так вот И начинаются терки На то что Этого не может быть Этого не существует Блин То есть да Уже Зарегистрирована Компания В 2009 Была официально Когда уже пошли Серьезные продажи Просто по обыднику Этого не существует Ну конечно То есть Я Гартуальный полностью Поэтому Ну как бы Что-то еще продолжать Доказывать Я допустим Довольно тем Что я Пионером был Показание В ютубе Как звука Так и показания Девайсов То есть После этого Вал пошел Выкладки на ютубе Если вы посмотрите На ютуб до сих пор ни один я не говорю серьезных магазинов там даже от тех самодельщик которые делают мало кто выкладывает на ю тубе еще и спорят можно ли услышать по ю тубу или нет звук спор идиотов конечно можно если у вас нормальная система тестово ездит трясут ребята что у них референсная система то есть что это за референсная система на которой нельзя услышать звук через youtube это нашла какой-то давно какой вот так то есть все прекрасно слышно начинают на цифровок звучание которое можно даже в таких вот китайских наушники я часто за ним немцы ударен дал ему послушать у меня были наушники туда неплохо хорошо все занимается музыка а потом до него доходит мистер посмотри на чем ты слушаешь в общем у этого немца было как у его дедушкина на под сталинградом такое же выражение лица как и это играет как чисто играет и вернуты русские русская технология русское качество о чем-то ганс ну его не ганс звали его звали верт все ништяк все сделано вот и долл так что процесс идет процесс нарастать если кто-то сомневается что вот одну туфту юрич показал там изобразил ребят я мог бы больше по показать просто мне ей богу тяжело таскать хотите вы спали спокойно чтобы вы тратили время на хороший сон вот заготовка еще пока что для нормализаторов еще один комплект будет собираться но это уже в октябре но вот можете посмотреть на калиброванную пустоту вот видите на вот что-то внутри можете ломать голову вот так вот ну конечно там с одной стороны стоит клеммник прибора и стороны отверстия стоит вот такой клемм будет время я покажу потому что у меня тут комплект летом был у меня и 2 гни не задержался и он устроил он не ушел не удалось нефиг снять но она есть она появляется их исчезает заснять не успевают а ну как жизнь то есть на то на и нему но и визуально и технически оправдывает название случайно привязалось мне он понравился пожалуй тем занимается и речь не только рыбалка не только походу за грибами вещи надо заниматься вот больше как бы рассказывать нечего музыки сегодня не будет просто не нету настроение на днях вот закончен один проект может быть еще где сделаю и пока что я адекватной реакции общества что ли аудио сообщества так и не вижу мне она мало интересно на самом деле люди обкрадают себя то есть нет адекватной реакции вот адекватно среагировал допустим сергей фильм не так много за один год один так скажем аудио буру или специалист в области аудио среагировал адекват господи для такой страны это просто удивительно а другие видимо либо не имеют слуха либо не имеют воображение самое главное это воображение потому что как можно изобрести много если вы не можете вообразить то есть когда твердят что я там новая хорошо забытая старая 20 лет назад что-то такое крутил ребят этого что у вас не хватило ни ума не воображение не настойчивости не коммерческой предприимчивости довести я как ваш какой-то проект до конца то что я довел до логического конца вот целью прибора всю линейку живого звука это вот прежде всего упорного труда технологии ну и так далее и это плод того что мы выросли все таки стране с ссср не россияне стране технической империи а не только мне которая сейчас где лучшие люди как синоники папы и прочие пидорасы да не инженеры россияне путинская россияне дима путинская медведь вот эти пидорасы они там трендят нанотехнологии инновации но она инновации хуи технологии то есть кто они люди которые нихуя не сделали извините руками не гвоздя не любили не шурупа не завертели ничего они вам будут блять про инновации рассказывать они могут говорить как появятся эти нано-платы как появится да так далее а всерок вот видите советские транзисторы я всерок все что в ссср было плохо охеренно было в ссср ракеты попадали куда нам водки плавали практически центром аварии очень низкими как человек живущий в городе где строятся атомные лодки строились и дизелью и истребители фирмы сует штурмовики я это прекрасно прекрасно все это знаю наших технических достижениях крылатый ракет в нашем городе и много еще чего и что сейчас я вижу поэтому эти фантазии не для меня про эффективных менеджеров про эффективных пидорасов пидорасы не могут быть эффективные в силу того что они пидорасы просто вот и все ну и соответственно вопросы цены моих вещей они не обсуждаются потому что вещи уникальные индивидуально штучные не моя проблема ребята что пидорасы вам не дают возможности заработать на эти вещи либо не могут мне сделать завод купить технологию чтобы эти вещи выпускать или на что снизить цену до 200 баксов вот эти налог стоили 250 баксов это не мои проблемы ребят это ваши проблемы вот решайте свои проблемы тогда можно будет о чем-то предметно общаться ну а тем кому просто интересно мое творчество я скажу что это вполне неплохой ответ этой ебаной системе политической экономической которая загоняет нормального человека в подполье творческого который умеет что-то делать руками который на всех заводах вот окрест персона нон-грата блять нежелательный человек да и насрал я на все это общество оно само так откидывает все эти жополизы которые там присягают и мне мне глубоко по боку также на них это их проблемы но не привыкли там рулить шестерками и так далее когда в свое время директор завода места говорю делайте так они меня не слушали меня за ворота выкинули через два с половиной года завод закрылся обанкротился директора посадили нормально так что жизненный опыт кому-то достается через голову кому-то через задницу пидорасам чаще через задницу ладно извините такие крепкие слова пора завязывать тут такое самолюбование упорить с недоучившимися школьниками нынешние которые там по 30 лет великие аудиофилы я я не хочу просто ну зачем зачем отнимать людей время и лишать их возможности расти кому это понравится кто почувствует тот сам накопается все это труд прежде всего а кому интересно постебаться там терки в интернете пости показать какой умный ну пусть и боятся дальше только когда придет вопрос показать конкретных вещей не в принципе а в корпусе сделанных и на которых производится уже какой-то продукт технически реальный продукт звукозапись реальный продукт то как говорится где я и где вы ребят поэтому послушайте песню миша калинкина где я где завтра может она вам что-то скажет ладно на сегодня прощаюсь меня еще ждут 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 ой куча дел поэтому спасибо за внимание что двадцать две минуты посвятили просмотру этого простого домашнего клипа удачи вам господа товарищи братья держите